всем привет сегодня продолжаем рассматривать cutie виджет вот и в сегодняшнем примере посмотрим на такую штуку как события но события такие глобальные имеется ввиду для всего вот этого нашего окошечка в котором могут быть кнопки всякие там control и ну control и так называется уже да вот и рассмотрим как получать все события начиная от мышки клавиатуры то есть полностью все события вот перехватки надо такой надо чтобы мы конкретно то есть чтобы мы не обрабатывали конкретно там нажатия клавиш то мы в прошлый раз познакомились да там были сигналы слоты вот и такое событие было пресса или релиз от вот иногда бывает нужно полностью все события главного окна обрабатывать вот так ну я создал уже это пути аппп пяти виджет аппликейшен сейчас я поудаляю вот эти вот лишние бары вот и давайте зададим фиксированный размер то есть я думаю вы прошлый раз поигрались и уже более-менее уже понимали давайте 500 500 это геометрия у нас и минимальный размер давайте 500 500 а максимальный 500 500 тоже вот и таким образом если мы запустим то мы увидим что кошечка есть и как видите модификатора нету ну чтобы можно было менять размер окна вот ну и теперь давайте перейдем к самому главному да к этим все-таки события так первым делом нам нужно сделать вот такую штуку qapp есть такая глобальная переменная и сделать это вот install event filter и указать событие какого окна какого объекта мы будем перехватывать в данном случае здесь это указатель на наше самое главное окно вот ну те кто смотрит мои видео те уже знают что такое здесь вот соответственно qapp нажмем f2 и перейдем это какая-то у нас глобальная наша переменная то здесь есть single tone вот как вы видите q-core application что такое single tone вы уже тоже знаете потому что у меня уже был было видео по паттернам проектирования и что такое single tone вот и это возвращается у нас наш глобальная переменная на наше кошечка вот и с помощью вот этой вот глобальной переменной принципе там можно по узнавать всякую информацию полезную вот там название окна и т.д. и т.п. вот ну я сейчас не буду это разбирать это в следующий раз или сами разберете так вот первым делом нам нужно указать на самому пути что мы будем ловить все события нашего окна далее далее лучше это делать в протектор далее нам нужно переопределить следующую функцию то есть она базовом классе уже есть она называется event filter вот то есть эта функция уже у нас есть по моему в куба из object сейчас я перейду тут тоже нету вот она да то есть этот event filter то есть события сами они системы событий она распространяется на всем классы которые наследуются открыл объекта вот соответственно мы можем ловить ловить полностью все события не только связаны с окном но и другие потому что есть события на которые непосредственно связаны с пользовательским вводом то есть будь то нажатие кнопки на клавиатуре либо на мышке либо движение курсора мышки и тогда и тому подобное либо же есть события которые мы можем получать от системы это такие события как таймер как там к примеру смена раскладки клавиатуры и и так далее то есть событий довольно много так вот мы переопределили функцию event filter давайте перейдем вот главный класс то есть все пипи то есть переключением я использую для переключения я использую кнопку f4 по умолчанию то есть если мы находимся на себе пи файле то если для такого же для этого файла есть h файл то есть имя должно совпадать только h нажимаем f4 то она переходит как видите довольно удобно и быстро так и теперь нам нужно переопределить эту функцию вот вот так ну и дальше по хорошему вот эта функция должна пробросить как бы это событие если у нас она к примеру не обработалась ну мы сейчас не будем даваться подробностей чё и как просто сделаем вот так вот event так по-моему event фильтр да вызвать функции базового класса где она вот щит и и он есть ну вот на этом этапе пока ну и все как бы вот что мы сделали мы даже не создали пи переопределили функцию event filter установили этому окну тому объекту этому виджету что мы будем ловить все события теперь все события а их очень много будет приходить сюда только поведем мышкой придет сюда события только нажмем клавишу придет сюда события вот соответственно их очень много как же нам сделать так чтобы разделять эти события события мышки могут быть события там клавиатуры события системы вот но об этом вы почитаете вы обязаны почитать потому что если буду все разжевывать то можно тут месяцами говорить об этом к этим и о всех классах и производных вот поэтому этого я делать не буду но базу какую-то дам и на основе этой базы вы уже сможете сможете более-менее разобраться в этом всем и найти в интернетах примеры и реализовать какие-то свои проектики но давайте первое вотчет пока вотчет не трога давайте сначала иван у иван там ну как минимум можно нажать f1 выбрать и нажать f1 вот откроется справка это как минимум и дальше посмотреть типы какие типы событий могут быть нету событий аппликейшен деактивейт изменение шрифта изменение то есть портрет или лодскейп или не портрет ну блин она так засела эти название лео ты в голове то есть ориентация экрана а точнее приложение там меняется иконки и т.д. и т.п. короче событий много 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 нам нужны нам нужны события клавиатуры то есть мы иван то вызываем функцию которая возвращает тип события type то есть тайп возвращает тип событий и если это события и у пить и есть такие нам и иван и мы можем вот у него посмотреть иван нам нужен кей кей пресс ну выбираем кей пресс и нажимаем f2 то есть мы перейдем на описание где это описано да нажали f2 переходим в h файл китишны и чем мы видим мы видим что это событие кей пресс от кей релиз край кей релиза есть это хорошо то есть давайте далее далее это мы ловим только события клавиатуры дальше нет так как мы уже знаем что это события клавиатуры то нам нужно вот этот кей ивент он базовый уточники и вот он базовый класс для всех остальных событий этих событий много об этом вы почитаете о всех классах производных от них у вот там есть кей борт и вентю маус и вентюры сайз иван то есть это когда меняем размер окна кем что там еще пэнт иван когда идет перерисовка окна и т.д. и т.п. их очень много и соответственно у каждого типа событий есть свой определенный набор характеристик потому что к примеру у события там нажатия окна да у него нету тех свойств которые есть у события изменения размеров окна потому что у изменения или положения окна у него есть x y там и ширина и высота к примеру не знаю а у событий но нету там у событий изменения размеров окна нету понятия что там была нажата какая-то клавиша вот соответственно базовым классом есть q иван все наследники все наследники и их очень много и у них есть свои названия данном случае нам нужен мы поняли что это была нажата клавиатура ну кнопку события клавиатура соответственно нам нужен класс и объект типа события клавиатуры для этого вот есть такая штука кей иван класс вот ну давайте создадим кей ивент и теперь мы можем преобразовать с помощью ну лучше писать вот так вот static cast это на этапе компиляции то есть будет попытка привести объект одного типа к другому вот и если на этапе компиляции это сделать будет невозможно то есть она посмотрит по иерархии наследования там еще чего-нибудь проверить то есть если это будет невозможно сделать то будет ошибка ну в данном случае пока делаем вот так вот то есть это приведение типа в языке сил классическим способом вы знаете как это сделать да просто убирается static cast вот здесь в скобочках там пишется пик и ивент и то что мы приводим соответственно вот нам нужно привести его пока вот так вот запоминаем и все а дальше разберетесь так дальше и теперь улки кей ивента мы можем узнать какая же все-таки клавиату клавиша была нажитой здесь такая не под добывает такое смотрите я хочу нажать точку или как бы ну обратиться к методу к методу к функции но подсказки нету идти к этому привередлив поэтому нужно включить инку такой кей ивент есть включили но чтобы были видны функции вот и теперь есть такая штука как кей и и вот по вот этому кей мы можем уже смотри то есть данный случай эта функция у вернет нам какая же клавиша все-таки было нажито ну давайте проверим на нажатие кнопки бэкспейс кей бэкспейс вот опять так описание всех этих клавиш мы можем найти следующим образом выбираем нажимаем f2 и вот их здесь много довольно довольно много вот ну и здесь сделаем такую штучку и я это называю заглушкой но имеется ввиду что это ничего не делает но мы хоть можем убедиться что сейчас у нас это все сработает и давайте запустим наше приложение и убедимся что когда мы нажимаем кнопку бэкспейс нашем окошечке вот она вот видите сработала . останова сработала и именно кнопка бэкспейс давайте еще раз запустим и убедимся в том что вот я другие клавиши нажимаем ничего не происходит нажимаем бэкспейс бэкспейс два раза приходит почему-то почему-то окей ну да ладно это 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 давайте ладно это я не буду разбираться ну возможно так так вот мы сейчас словили события слабые события вообще мы включили и ван фильтр такую штуку которая возвращаем с помощью которой перехватываем вообще все события которая может перехватить cutie до для нашего кошечка вот ну нужное событие вот перехватили и теперь мы мы можем разделять да на события это мышки и либо клавиатуры к примеру вот клавиатура для того чтобы нам перехватить события мышки пример движение или mouse button press то нам вот здесь я думаю вы понимаете надо спросить тип то это за событие если это mouse move то значит mouse move для него найти свой какой-то некий ивент а mouse move event и т.д. и т.п. это разберетесь обязательно разбирайтесь разжевывать это не вот но что же такое событие то есть обработка событий лежит в основе любого приложения который имеет пользовательский интерфейс то есть вот эти вот все окошечки вот соответственно события нам то есть это такой механизм который оповещает приложение о каком-то происшествии вот данном случае наше приложение было оповещено о том что было нажата кнопка на клавиатуре и эта кнопка была бэкспейс вот поэтому в основном большая часть событий это это те события которые делает пользователь двигает мышкой вводит данные с клавиатуры что-то там копирует вставляет и т.д. и т.п. вот и в 5 есть очень большой ряд то есть этих классов которые обрабатывают все эти события вот об этом знакомитесь сами далее 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 ну давайте еще к примеру посмотрим еще один модификатор рассмотрим и дальше перейдем к небольшому примерчику да вот или давайте сразу перейдем к примерчику смотрите вот у нас есть главная кошечка и допустим допустим вы пишете приложение какое-то и там нужно нужны ну к примеру для кого-то какое-то там приложение которое будет заниматься охранной ну там дома да к примеру и там есть какие-то датчики и есть простенькая просеки интерфейс мы сейчас его быстро набросаем в котором будут просто кнопочки там включить датчик один включить датчик 2 вот допустим атаку да вот и все и какая-то к примеру может выводиться информация и вы как разработчик этого приложения вы делаете это дальше вам как разработчику иногда будет нужна тонкая настройка а вот этого всего соответственно иногда вы можете приезжать клиенту и и и иметь доступ к этой тонкой настройке но сам клиент к ней не должен иметь доступ потому что порой пользователи абсолютно не знают для чего те или иные настройки вот ну еще такое может быть условие что окошечко где будет выводиться вот это вот наш ну как бы интерфейс наше приложение она ограничена вот если она ограничена то там довольно таки ограниченное количество кнопочек и поэтому размещать там специальные кнопки админ там настройки т.д. это порой не совсем удобно лучше их куда-то скрыть для того чтобы не занимать полезную область ну вот давайте представим вот у нас есть окошечко и давайте пример она будет у нас ограничена ограничены размерами какими давайте 300 на 300 сделать вот тут надо минимум 300 300 300 300 вот так вот ну ясно я сейчас сделаю 650 ширину вот так это я вам объясню дальше смотрите есть очень удобная штука как грубокс грубокс это как бы такая площадь для группировки чего-то 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 одного ну что можно определить одну группу то есть вот она и называется грубокс ну можно этот текст оставить а можно его удалить давайте удалить и плюс она визуально будет вот такая рамочка ну поиграйтесь и давайте назовем грубокс мэйн ну типа основная основное у нас тут что-то сейчас вы увидите видите видите для чего я это все делает так кстати вот стрелочками я могу перемещать эти элементы перемещаются не там ну как вы видите тут есть точечки такой такая сетка и от точки к точке если же нам надо более плавно перемещать то зажимаем контроль и как вы видите стрелочками я перемещаю по пиксель но вот потому что мышкой порой неудобно это делать дальше вот и создал две одинаковых и давайте вот здесь это у нас основная будет а здесь мы дадим имя грубокс от дни здесь будут какие-то настройки администратора то есть ну либо во ваши настройки ну и вот у нас будет основное окошечко то есть в этом грубоксе в нем мы будем к примеру там что-то выводить что-то выводить вот план текст и нет будет здесь мы это вы уже сами поиграетесь я выводить ничего сюда не буду чтобы не отнимать ваше время ну и для вашего развития полезно что вы это делали сами и кнопочки к примеру кнопочка будет один сцен сор 1 он включить и кнопочка 2 там сенсор 2 включить вот две кнопки будут и тут какая-то будет информация нужная для пользователя вот но размер экрана мы помню он ограничен 300 там на 300 соответственно нужно еще дополнительную панель для настройки вот здесь лепить эти кнопки settings нехорошо возможно эта панель не нужна для пользователя пользователь может наклацнуть и что-то там наводить неправильно в результате ничего не работает и в результате проблемы к проблемы у разработчика потому что не все работает так как надо вот поэтому надо ограничить вот поэтому идея у нас будет такая вот есть один growbox есть 2 на первом то что для пользователя на втором то что для вас как для разработчиков ну давайте ради 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 еще познакомимся с паром парочкой элементов лейбл что такое лейбл это то что располагается на нашем окошечке и мы можем дать какое-то название ну давайте цен 1 info вот то есть то есть то есть это самый простой элемент виджет в котором как бы ввода нету подразумевает это просто грубо говоря текст текст какая-то информация к кнопочкам и либо к иди там ну вот вот так вот я думаю так уже понятно это обычный лейбл 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 с информацией о том что будет выводиться вот здесь ну вот здесь давайте отключим отключим вот здесь чтобы нельзя было редактировать это все как пример давайте установим текст ну к примеру датчик 1 какой-то будет выводить ну там текущую температуру в погребе да например ну и там какой-то хороший погребе у него вот такая вот температура по цельсию вот так и давайте можно выделить контроль я нажал видите выбрал 2 и контроль c контроль v и скопировал вот для ну для быстроты и датчик 2 у нас а датчик 2 у нас будет выводить ну к примеру там скорость ветра скорость ветра там в метрах в секунду да там метров в секунду вот так вот ну и давайте еще добавим кнопочку для выхода из режима администратора тут я думаю вы понимаете что помимо этой информации еще могут быть какие-то вот здесь данные для ввода я уже не буду их делать чтобы не отнимать время то есть вот здесь еще информация тут у нас какие-то калибровочные данные то есть у каждого датчика к примеру мы можем откалибровать то есть мы можем ему отправить какое-то значение и смотреть по результатам да там к примеру опустить ну датчик температуры как калибруется может калиброваться то есть он опускается в лед ну то есть в ту среду которая вот на данный момент имеет 0 градусов и и и и смотрим данные какие-то к примеру он выводит какое-то значение там 100 да и мы и мы к этому 100 уже привязываемся мы понимаем что это 100 означает 0 градусов вот но к примеру для них для других датчиков но может быть калибровка то есть к примеру 1 это означает что работой по умолчанию какая-то циферка 1 и 1 то значит там бери вот эти данные или какую-то поправку вправо если минус 0 там 2 то бери поправку влево вот и еще что-нибудь такое вот соответственно вот здесь могут быть в набор вот этих вот окошечек для ввода вот этих корректировочных данных ну и кнопочка кнопочка это нужно для выхода из режима администратор вот теперь давайте запустим посмотрим что у нас получилось у нас получилось что ну все нормально у нас получилось есть две кнопочки включаем датчики эти и есть админ панель теперь вот эту админ панель нужно скрыть теперь смотрите чем удобны игру боксы во первых давайте еще раз допустим во первых это чисто визуально визуально вот такой рамочка есть вот это раз во вторых их можно двигать вот я выбрал групп бокс и я двигаю все что он находится внутри в третьих ну в третьих давайте перейдем в нашу функцию ну давайте к этой на эту кнопку перейдем сенсор один он когда мы кликет обработаем событие кликет и дюйм групп бокс они давайте тут не будем давайте тут не будем давайте в конструкторе нашего мэрина дала скроем этот грубок админ вот у него есть функция хайт хайт вот хайт функция полностью его скрывает то есть мы когда наша главная кошечка запускается мы в конструкторе сразу же скрываем так вот мы сразу скрыли как видите его нет это хорошо теперь нам нужно придумать способ чтобы его как-то показывать да а вот теперь мы сделаем это каким-то хитрым способом а каким хитрым способом чтобы пользователь об этом даже не догадался ну к примеру нам нужно мы выберем кнопочку вот эту и на этой кнопочке нажмем контроль и бэкспейс и это будет означать что нам нужно показать эту панельку давайте попробуем теперь смотрите вот что такое вот это тот объект как раз который наблюдается то есть когда у нас приходит события у нас приходит тип события и какому объекта но как бы принадлежит скажем или какому объекту она назначается например нажатие кнопки вот здесь мы в общем перехвата но мы можем конкретно по каждому виджету определять нажатие кнопки вот ну давайте первым делом отфильтруем наш watch it то есть если watch it равно нашей кнопки да а наша кнопка мы помним что это в юае ты самому как окошечке и это у нас как она там называлась давайте 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 вот page пуш батон давайте бтн сэнсор 1 вот так бт да блин бтн сэнсор 1 вот если watch it равно бтн сэнсор 1 то 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 есть если была клавиша нажито нажито клавиша на клавиатуре и если она была нажито именно когда был выбран вот этот сэнсор ну эта кнопка и если это был бэкспейс то 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 пока еще не делаем проверяем нажимаем f5 и проверяем нажимаем бэкспейс не работает тут бэкспейс не работает итак как же нам сделать так чтобы была выбрана эта кнопка нажимаю кнопку мышки видите и увожу-вожу отпускают и теперь ну можно то табуляции в данном случае отсюда то есть есть еще такая тема в элементах графических табуляции когда мы нажимаем табуляцию фокус то есть фокус это выделенный объект переходит на следующий вот но в данном случае когда мы перри я мыши такое мы перешли на фокус перешел на лайный на этот текст идет то в данном случае табуляция работает как обычная табуляция до для текста соответственно для того чтобы выбрать кнопочку я нажимаю кнопку вот здесь мышку нажал видите и увожу все пусть я сбросил фокус с этого окна теперь вы увидите синяя каемка наш выбрана вот эта кнопка давайте нажму бэкспейс нажал ничего не происходит теперь клавишами то есть это в любом приложении вы можете посмотреть что и работает такой механизм любом графическом приложении есть кнопочки вы можете выбрать какой-то элемент и дальше с помощью клавиатуры либо табуляции перемещаться по всем графическим элементом вот нажимаем клавиатуру в данном случае влево видите фокусе кнопка 1 нажимаем бэкспейс опа видите сработало то есть я уже вот такой хитрый способ делаю для того чтобы зайти в нашу панельку вот и теперь если это наша кнопка сенсор дальше если было нажата кнопка бэкспейс и нам еще надо узнать модификатор если не ошибаюсь для этого есть функция и киевина модифаерс если модифаерс равно это я f2 нажимаю какие у нас модификаторы контроль да и если этот модифаерс равно control модифаерс вот так вот так а чё она не хочет кей бор модифаерс на уволишься нормально может быть люди надо может быть ладно короче не будет занимать время модификаторы которые нажаты можно узнать с помощью вот видите функции модифаер она возвращает она возвращает нам так сейчас чуть подвисла сейчас разве сне она возвращает нам какой модификатор был на то есть под этими модификаторами подразумевается это контроль это shift это alt это всякие там кнопочки супер кнопки называется так кнопка windows и подобного поэтому давайте ограничимся вот этим это будет вам домашнее задание вот и так ловим кнопку бэкспейс если было нажито бэкспейс и на той кнопки то 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 что мы делаем мы делаем юай бтн не групп групп бокс админ и говорим ему покажись вызываем функцию шоу и так давайте запустим и посмотрим есть сбиваем фокус как нам сбить нажимаем кнопку вводим мышку отпускаем кнопку убили теперь выбираем вправо-влево выбрал нашу кнопку и нажимаю бэкспейс видите появилась наша админ панель теперь по выходу нам нужно эту панельку скрыть никаких проблем в этом нет выбираем кнопку go to slot кликет и вот здесь и вот здесь делаем групп бокс админ скрываем скрыли есть теперь но до этого мы же говорили о том что размер экрана ограничен соответственно делаем следующим образом перетягиваем наш этот grow box но вот этот грубок ну тогда когда мы уже все все исправили вот все элементы у нас уже есть ну и меняем соответственно ширину давайте 310 310 вот даже 300 300 300 ну и тут 300 вот вот ну вот так вот конечно на друг на друга наехала но ничего страшного нету мышку уже определились со всеми элементами когда нам нужно добавить новые элементы не ничего не мешает перейти на в этот редактор и вот здесь вот это все под редактировать пересмотрим вот наше окошечко пользователь включает сенсоры тут какая-то информация и т.д. и т.п. дальше сбиваем фокус отсюда нажимаю на кнопки убираю сюда и клавиатурой выбираю эту кнопку и нажимаем backspace что я вижу я вижу короче косяк какой косяк нам предыдущий grow box надо было скрыть вот main тут хайт а это значит шоу вот так а вот здесь наоборот показываем админ амин скрываем хайт вот запускаем еще раз и думаю сейчас все будет отлично так сбиваю фокус нажал увел выбрал backspace вот вы видите вот здесь я поводил кучу всего надо нажимаю выход опа опять у меня все отличненько работает вот соответственно могут быть вы можете в своем приложении сделать какие-то скрытые настройки тут можно ввести какой-то супер слово там админ мод к примеру да ну не в этом а вот здесь сбиваем фокус и вот здесь к примеру ввести что-то вот я нажимаю кнопки эти все кнопки можно перехватить вот здесь соответственно можно переходить какой-то особый пароль в результате которого включается какой-то особый режим режим бога да там раньше в играх всяких бы были вот поэтому поэтому я думаю наверное все вот соответственно сегодня что мы разобрали как перехватывать глобальные события а вот и дальше немного я думаю уже поняли как разделять эти события ну если они нам нужны вот такой способ когда мы перехватываем все события не не чан не так уж часто и нужен вот это когда мы свои виджеты разрабатываем либо же когда там не знаю кстати тут есть возможность перехватить когда мы с этот меняем раскладку клавиатуры ну мало ли может быть нельзя в вашем приложении чтобы менялась раскладка клавиатуры там вот ну 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 наверное все то есть вы почитаете домашнее задание смотрите какое если хотите поразбираться создайте приложение а вот просто пустое приложение окошечко и повыводите туда 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 вот лейбл на вот эти вот лейбл вот и у этих лейбл можно менять текст но давайте вот лейбл 2 возьмем к примеру к примеру давайте к ней обратимся юай лэй 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 был 2 ей можно установить set текст вот и сайт текст какой-нибудь давайте вот так и запустим вот объем фокус бэкспейс и как вы видите вот этот текст так вот сделайте какое-то приложение вот такой простенькая и перехватываете передвижение мышки и выводите в пример вот здесь помощью этих лейблов выводите координаты x и y дальше можете выводить батон 1 батон 2 батон 3 там фолк 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 когда вы нажали кнопку вот сейчас я нажимаю то какая-то из этих баттонов должно рисоваться что true отпустили опять фолк потом правую кнопку потом мышку колесико мышки вот кстати давайте еще тогда одну интересную штуку покажу к примеру такое событие как и ван тайп и ван тайп панта нажмем f2 смотрим enter mouse enters виджет это значит мал мышка наехала на этот виджет дальше копируем и к примеру к примеру но тут не пилки и ван туки маус и ван мув и ван мучая тут не буду делать int это вам все домашнее задание разобраться теперь смотрите вот это событие сработает тогда когда я мышкой на еду на конкретно вот эту вот кнопку запускаем и проверяем так что-то я не понял что на постоянно срабатывает а вот все что-то срабатывал поставила на виду мышка виду 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 оба наехал уехал опять наехал ну мышка шуме там осталось когда альта был нажимаю f5 и опять вожу 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 дыдым наехал как вы видите можно перехватить практически все поэтому дома посидите и поразбирайтесь с этими ивентами вот что это такое и вот сделайте то что я вам сказал но может быть больше поделайте вот половите этих событий то есть тут работы улейной много смотрите сколько этих событий много 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 еще раз много поэтому все на сегодня все уже 40 минут вот поэтому надеюсь что то было полезно вот делимся комментируем подписываемся это обязательно потому что если вы не подписаны у вас ничего работать не вообще не будет проверено вот подписываемся ну и все всем спасибо за внимание всем пока